При упоминании слова «кузнец» воображение человека рисует угрюмого мужчину с большой кувалдой. Между тем, современные представители профессии выглядят иначе. Знакомьтесь, Ольга Стена – кузнец. По образованию художник-декоратор, по первой профессии фитнес-инструктор. И то, и другое пригодилось ей для открытия себя совсем в другом деле – ковки металла. Этому Ольга посвятила 12 лет жизни. Ее работы украшают городские пространства, создают интерьер домов, становятся символами чужих побед. Теперь ковать металл для нее уже необходимость. Когда ты понимаешь, что если ты не выйдешь сегодня в кузнецу, просто умрешь. Мне мало рисовать, мне нужно еще что-то делать руками. На симпозиуме в Ульяновске Ольга убедилась, что не ошиблась с выбором профессии. Ее скульптура, посвященная столетию российской авиации, была удостоена престижной награды. Девушка молодая, одухотворенная, окрыленная, летящая в гермошлеме в летном. То есть еще не летчик, но в душе уже парящая. Меня, наверное, все-таки пригласили на этот симпозиум как нечто такого экзотического представителя. Я среди 12 скульпторов, мужчин, и их уровень был недостижим. Но тогда как-то так сложилось, что я заняла гран-при, причем судейство было закрытое. Как я вообще это все смогла сделать практически в одного. Сейчас в работе у Ольги кованые перила, декорированные цветами и элементы для будущих кубков в пермском зверином стиле. В их создании поучаствовали и мы. Не попробуешь сам, не поймешь, насколько тяжело мастерство кузнеца. Скажу одно, чтобы стать кузнецом, нужна неопредалимая любовь к металлу, а также не столько сила, сколько точность попадания и наработанная с годами техника. Железо сопровождает нашу героиню на протяжении всего жизненного пути. Друзья прозвали ее Зой Лелей, потому что она еще и на байке гоняет. Хотя это прозвище не совпадает с натурой человека. Ольга впечатлительная и эмоциональная особа. Она не забывает, что относится к прекрасной половине человечества. Хотя и считает, что в современном мире профессии неправильно делить на мужские и женские. Все зависит лишь от характера.